вот это вот когда-то я научился делать фотографии прививки обыкновенным перечимым ножом я старался я не знал что он должен быть одну сторону заточен кто бы мне объяснил я не знал я просто делал острый острый нож и конечно мне приходилось долго-долго-долго подбирать и так кто короткий семя длинный семя короткий раз церенокий спорчен следующий семя короткий ну это моя первая не первая дата из удач на сибирку привел смогу нем очень скелет обычно вот по жигулевского а в дюк крону 9 и все девять пошли в лес я искать не стал роскошнейшие фотографии так 9 сортов все было наносит то есть отчаяниться не надо все-таки особенно для профессионалов будущих вот такой нож за 3000 это считайте подарок судьбы хоть это лево стороне до лево ходе до права ну и заканчивать разговор еще раз я продолжаю распилы а это надо было сразу поместить выше помните где эти страшные раны ночью не замазано это просто распилы причем я не говорил моему поэтому это как сказать то это моем саду так но деревья деревья которые вы убирали по причине ну не обязательно сам внизу может в середине где потоньше эти деревья вы выбирали по принципу освобождаем место для молодежи и какие-то некогда мне полагает скрежь через рада ранты вы не делали но тем не менее получилось то что получилось и так раны существует рады приближает ходить дерево видите посмотрите внимательно как сюда проникает мороз еще раз никаких ран на кольцо не должно быть камень и не должно быть почему вот этого никто никогда сотни лет не видел первый патолога натом оказался железом на всей планете почему ведь это настолько очевидно так анекдот 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 еще прошлом летом я травил муравьев и меток всегда перед ними значит пробуем следующий раз будем спасать все это муравьев семью муравьев род будем спасать анекдот и знаете почему сейчас потому что наши люди начитались начитались да и возможно лучше бы было все не так анекдот обычный но со смыслом а мне осталось 3 минуты и как раз закончим а то опять все грустно где же возьму то весело весело будет когда это наших садах все будет по-другому а травы не будет и все дети будут накормлены вот и так то есть бежит олень его догоняют кисники волк медведь и лиса вот лось бежит за ним кисники и бах впереди охотничья яма лопча раз сюда право провалился и лось а задним и медведь и лиса и волк и тут значит сейчас поймете смысл и тут значит сидят зверя голодали вот а мясо вот оно лось начиная издалека леса лось слушай дружище ничего лично ну пойми ты нас правильно мы плата ядные нам по жизни полагается мясо есть а тебе траву ну травы то нет а мясо то вот оно давай мы тебя съедим ну пожалуйста правильно так уж получилось необходимость такая лось подумал подумал вдохнул и говорит ладно живите ура нет минуточку у меня к вам такая просьба знаете а даже не спал и в это время кто-то взял и у меня на заднице написал какое-то слово когда я проснулся я все пытался голову поворачиваю и туда и направо и налево и так и так ну не могу его видеть что там написано мне умирать а я до сих пор не знаю что там написано ну посмотрите пожалуйста вот и скажите что там за слово звери сзади столпились в этом время лось копытами как врезал леса насмерть пол подвергался подвергался тоже сдох медведь очухался развел руками лапами господи я за счет туда палец я зачитать и не умею вот если вы поняли про . выше надеюсь вы поняли смысл анекдота вот те кто читали они погубили свои сады вот так вот ну и на этом пока все время наше секунду вас прошло вроде так друзья на сегодня мало потому что по электронными письмами ссылки не было сделано причины техническое что-то связано опять с политикой вот и поэтому нас мало но тем не менее и была даже идея и прекратите вообще вебинары если мы не сможем хотя бы достаточно людей привлечь хотя бы какой-то минимум посмотрим подумаем надолго ли нас лишили права рассылать эти самые сообщения вебинара может быть как-то очухаемся может вы будете рассылать тоже получили сообщение допустим по контакте кто-то отправит брату сообщение давайте смотреть иначе никогда бы не узнают продажи про новые это тоже это такой же инструмент хотел сравнить с одним другим предметом ну ладно не буду значит я иду на кухню первые 5-6 минут и вам тоже желаю попить чаю отдохнуть и продолжим